всем привет вы на канале все о стиральных машинах и бытовой техники сейчас давайте разберемся какой же робот пылесос одновременно пылесосит и моет ну давайте сразу с вами такой момент обсудим что сейчас вот фирм просто вот я даже не знаю там миллион даже вот у меня фирма роборок но это под фирма фирмы сяоми то есть фирма сяоми выкупила 1 4 компании роборок и сейчас они производят какие-то роботы пылесосы в совместной производстве вот мне написано хоть и на роботе написано что это роборок а по факту у меня это сяоми так вот говорит что будет какая-то определенная фирма ну вот сами понимаете да смысла нет потому что допустим вот как у меня до роборок сяоми это одно и то же хотя есть отдельные версии роборока есть отдельные версии сяоми робота пылесоса поэтому какие-то определенных фирмах говорить что вот такие вот допустим будут одновременно пылесосить и мыть мне кажется я даже не знаю то есть как бы вот сколько мне придется все это обсуждать чтобы перечислить все фирмы и какие-то роботы пылесосы от этих фирм которые будут пылесосить и мыть потому что задачи и вариантов их просто уйма вот у меня допустим версия роборок е4 он соответственно одновременно пылесосит и моет и кстати вот почти все версии сяоми потому что когда я выбирала я рассматривала такой момент чтобы одновременно пылесосил и убирал так не приходится пылесосу делать две задачи то есть он так за час там полтора примерно в зависимости там от объема квартиры там либо дома навел уборку произвел точнее попылесосил одновременно тут же протер пол то есть как бы это занимает и время и точнее экономит время и затраты робота пылесоса на его работу то есть ему не приходится два раза выполнять ее соответственно сухая и влажная уборка должны быть контейнеры раздельно вот в первый момент в котором можно будет понять что одновременно будет у вас сухая и влажная уборка есть стандартные вот такие как у меня просто допустим контейнер для воды и на нем тряпка одевается он обычными такими защелками то есть вот прикрепился и уборка началась вот на картинке показаны а вот но единственное что видите даже у меня написано тут не использовать устройство на ковровом покрытии рекомендуется использовать органическую ленту ограничительную ленту чтобы отделить зону с ковровым покрытием вот кстати вот это вот первый момент что беда в том что когда он подъезжает с фильтром с этим моющим к ковру мне соответственно нужно его вот на этапе здесь вот останавливать и возвращать обратно на покрытие там ламината либо линолеума для того чтобы он производил дальнейшую уборку а также есть допустим вот такие контейнеры тоже несъемные ну они допустим идут на специальные насадки что во время уборки происходит вот такие вот движения и он не просто протирает пол да а именно вот прям моет также есть специальные там регуляторы подачи воды то есть пылесос сам выбирает где сколько воды нужно налить для того чтобы вымыть эту или иную поверхность поэтому если вы первый раз идете выбирать робот пылесос и вам нужно было такая функция чтобы он у вас одновременно пылесосил и одновременно мыл рассматривать этот вариант где у вас будут устанавливаться ваши контейнеры то есть вот допустим на фирме сяоми у них у всех контейнеры под крышкой а моющая насадка одевается с обратной стороны вот этими защелками то есть вот она зафиксировалась она идет независимо она никак не соединяется никакими там трубками с роботом пылесосом никакими там а датчиками у нее идет своя отдельная подача воды то есть вот они клапаны через который подается вода вот фиксатор регулировки подачи воды и это все делается отдельно от самой уборки которую пылесос также продолжает производить независимо от того что сзади идет уже контейнер с водой и моет пол вот как бы первый нюанс того что каким образом нужно выбрать себе да и определиться какой робот пылесос одновременно моет и выделает сухую уборку тут уже соответственно выбор за вами на какие денежные средства вы рассчитываете и какие у вас там будут еще и ковры на какую высоту колеса должны давать возможность роботу пылесосу подниматься чтобы заехать на ковер и его хорошо пропылесосить а это видео снималось специально для канала все о стиральных машинах и бытовой техники если оно вам было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока